Наш эфир продолжается и к нам присоединилась наша гостья. Рада вам представить Наталья Михайловна Дупикова, начальник отдела общего обеспечения управления Росреестра по Пермскому краю. Доброе утро. Наталья Михайловна, с какими вопросами чаще всего к вам обращаются пермики? Вопросы к Росреестру разнообразны, учитывая специфику работы нашего учреждения. Конечно, традиционные и популярные вопросы это вопросы государственной регистрации прав и кадастрового учета недвижимости. Это превалирующая тематика обращений, это примерно половина того количества вопросов, которые нам задают заявители в своих обращениях. Если мы будем обращаться к статистике, из полутора тысяч обращений половина это вопросы государственной регистрации прав. Они разнообразны. Это могут быть общие вопросы консультационного плана, это могут быть разъяснения какие-то, которые необходимы заявителям перед обращением их за регистрацией прав. Это могут быть вопросы выдачи информации и различные вопросы, которые связаны с этой тематикой. Помимо прочего, управление Росреестра обладает иными полномочиями. Это вопросы государственного земельного надзора или нарушения земельного законодательства, как это более привычно для заявителей. Вопросы контроля за деятельностью саморегулируемых организаций, кадастровых инженеров, оценщиков. Вопросы геодезического надзора и различные иные вопросы консультационного плана, которые связаны с нашей работой, то есть те, которые интересны заявителями. На последнее время, на первый план выходят, конечно, еще вопросы нарушения границ земельных участков и вопросы нарушения земельного законодательства. Эта тематика достаточно популярна в последнее время, особенно учитывая ее сезонность. Соответственно, заявители обращаются с этим вопросом тоже достаточно часто. Я знаю, что к вам нужно обратиться разными способами. Естественно, существует личный прием. А кроме этого, какими еще сервисами Росреестр сегодня располагает? Управление вообще является активным приверженцем электронного взаимодействия с заявителями, поскольку преимущество такого формата взаимодействия связано прежде всего с его оперативностью, оперативностью обратной связи с заявителем. Помимо традиционного способа, которым заявитель может обратиться, адрес электронной почты управления, либо через сайт Росреестра путем заполнения соответствующей формы, зачастую у заявителей возникает потребность обратиться непосредственно за консультацией. То есть оперативно необходимо решить вопрос, какой пакет документов необходимо предоставить, либо какой размер госпошлины необходимо уплатить. И вот для того, чтобы заявитель мог оперативно эту информацию получить, Росреестром разработан новый сайт, новые сервисы, извините. Этот новый сервис называется регистрация просто.рф. Обратившись на этот сервис, заявитель может, обратившись к определенной тематике, заполнив определенную опросную форму, выбрать для себя ту услугу, которую он хочет получить, соответственно, сформировать пакет документов, получить информацию о размере государственной пошлины и вплоть до того, в какой офис МФЦ ему необходимо обратиться. Помимо прочего, управление достаточно активно взаимодействует через социальные сети. У управления есть страничка ВКонтакте, где заявитель также может оставить свое сообщение, но не останется без ответа. Помимо того сервиса, который я озвучила, Росреестр предлагает обратиться с заявителем также на сайт Росреестра. И на сайте Росреестра во вкладке «Электронные услуги» он может заполнить, выйти на сервис жизненной ситуации и также посмотреть, какой пакет документов необходимо сформировать, какую госпошлину заплатить. И далее уже следуя подсказкам, там уже есть готовые ответы по конкретной жизненной ситуации. То есть нужно зарегистрировать земельный участок, рассказывается, какой пакет документов необходимо предоставить в этом случае. Помимо прочего, бывают ситуации, когда заявитель не может получить ответ на тот вопрос, который его интересует. Он может быть связан с разъяснением законодательства. Или, возможно, необходимо получить какие-то дополнительные консультации по каким-то юридическим нюансам, обращение в Росреестр. В этом случае все сервисы, которые у нас есть, адресуют заявителя к Всероссийскому центру телефонного обслуживания населения. Это бесплатный телефонный сервис 8800-100-3434, по которому заявитель может задать свой вопрос, который также не останется без ответа. Либо мы возьмем время на то, чтобы его изучить достаточно подробно. Если вопрос позволяет нам оперативно ответить заявителю, соответственно, эта информация будет оперативно до него доведена. Я считаю, что этот телефон работает круглосуточно. Безусловно. Можно еще и ночью позвонить. Ночью. И при этом телефон бесплатный. То есть в режиме онлайн специалисты данной сервисной службы ответят на любой вопрос заявителя. Если они будут не готовы ответить, они перенаправят дальше к специалистам либо Росреестра, либо уполномоченных органов, для того, чтобы они дали соответствующую консультацию. Ну и вы периодически проводите тематические горячие линии. И вот ближайшие уже вот-вот откроются. Совершенно верно. Ближайшая горячая линия будет посвящена как раз вопросам нарушения земельного законодательства. И состоится она 18 июня 2019 года. Заявители могут обратиться не только на территорию города Перми, но и по территории всего Пермского края, обратившись с различными вопросами, связанными с этой тематикой. Это могут быть вопросы нарушения земельного законодательства в целом. Это могут быть вопросы, связанные с уплатой штрафов, связанных с нарушением земельного законодательства. И иные вопросы, которые заявители могут задать в рамках этой тематики. И телефон, я попрошу вас напомнить. 205-95-12, телефон горячей линии, пожалуйста, обращайтесь. Спасибо вам огромное за такой интересный и подробный рассказ. Я напомню этим утром о сервисах Росреестра. Мы говорили с Натальей Михайловной Дупиковой, начальником отдела общего обеспечения управления Росреестра по Пермскому краю.